Мы рады приветствовать вас в Абрамсовском художественно-промышленном колледже имени Воснецова. При входе нас встречает местный житель Макс. История колледжа начинается с 1870 года с подмосковной усадьбы Абрамсова, принадлежавшей меценатам и ценителям русского искусства Мамонтова. Они смогли объединить вокруг себя передовых русских художников. Так образовался творческий кружок, позднее получивший название Абрамсовский. В настоящее время колледж проводит обучение по шести направлениям. Это художественная керамика, художественная обработка металла, камня, кости, дерево, отделение декоративной живописи. То, что мы видим перед зданием, все это работы студентов. Не так давно на территории колледжа появилась новая инсталляция, металлическая фигура, называется «Летописец». Это дипломная работа выпускника отделения художественной обработки металла Александра Шабалина. А это отделение по художественной обработке камня. В процессе обучения студенты камня-резы знакомятся с различными породами камня, но работают в основном по мягкому материалу. Это гипс, тальк, селенид и другие. Самая-самая первая работа, с чего они начинают, это вот такая вот скрепочница. То есть, вот такая. Работают они с очень мягким материалом. Можно посмотреть, как бы погладить руками, потрогать, да? Работают они с мягким материалом. Что это за камни? Это, во-первых, вот этот камень, который вы делаете, ангидрит, то есть гипс на самом деле. Да, это гипс. В смысле, как мрамор. Да, смотрится как фрамор. Ну, на самом деле, состав, скажем так, мрамор на самом деле, это очень плотный ангидрит. Это очень плотный гипс. На практике студенты умело используют природную красоту камня. От простейших форм они переходят к изготовлению декоративной скульптуры малых форм, панно, ваз, светильников, мебели с элементами белокаменной резьбы. На самом деле, это вот такой вот рашки, который скручен в цилиндр, и с помощью мотора они вот шлифуют. А здесь мы видим станки для резки и обработки камней. И пока что вкусница у нас работает не в качестве общей программы у металла, а в качестве моторзива, да, пока что-то дожимается. Вот. Здесь у них поддув. Поддув иногда помогает угольная пена, угольная пыль, для того, чтобы ее стряхнуть. Здесь есть все, вытяжка. Поэтому температура где-то 1200 градусов, они догоняют углем. Раскаливаем металл. В умелых руках кузнецов даже упрямый металл проявляет гибкость и приобретает утонченные формы. Одна из мастерских именно резчиков по дереву. Те, от которых мы берем начало, скажем так, самое древнее наше отделение. Работают они здесь, именно в этой мастерской, вот таким вот инструментом, вот такими стамесками. Они абсолютно разные. Есть для выемки более угольные. Вот такие вот наши используются. Разного вида. Делают их в основном. Заказывают студенты липа. Раньше делали вкусницы и сейчас начнут опять ковать. Было во времена мамонтовых, они дарили крестьянским детям. Но у нас мамонтовых давно нет. С советских времен они все покупают сами. Именно такой ручной инструмент и берет. Вот с помощью таких деревообрабатывающих инструментов из простой доски получается произведение искусства. Это резьба геометрическая. Да, это резьба геометрическая. Это работа первого курса. Вот такие вот доски разделочные. Согласитесь, что такие разделочные доски – мечта любой домохозяйки. А здесь занимаются старшекурсники. Более сложные работы по дереву удивляют своим мастерством. В этом цехе расположены деревообрабатывающие станки. Продолжение следует... ПейлJean мальчарному мастерству. Можно сделать и достаточно тонко, и достаточно толсто. Но, смотрите, вот, например, да, работаю, раз и треснуло уже. Потому что, видимо, она на самом деле полая внутри, потому что такой толщины целых слоев нельзя отрасли. Он обязательно треснет. Но, видимо, когда делали, либо полость эту закрыли, либо что-то, и при сушке он треснул. Будут переливать. По белой глине они могут однажды обжечь и пигментами сразу рисовать. Получится структура немножко другая, как у работы у самого. Дальше пойдемте? Интересно, Господи, что бы мы пошли не туда? И здесь, смотрите, начинают первый курс на самом деле вот с таких вот плиточек. Вот видите, красные? Это их задание. Самое первое. Распластать глину с помощью скалок обычных. И расписывают спринцовкой обычной. Они набирают вот эту смесь в спринцовку, и спринцовочкой вот тоненько расписывают. И спринцовки выдавляют. Да, вот они. Они делают наконечник из ватных палочек. Вот это отрезает трубочка от ватных палочек. И тоненько расписывают. Но вообще глины разные по составу. На самом деле даже красная керамическая глина, она не та, которую вот накопали и все. Для того, чтобы ее тянуть к гончару, нужно добавить пластических элементов. Туда и соду добавляют, и мел, и разные химические вещества и так далее. А это готовые работы студентов отделения керамики. Именно здесь происходит окончательный этап их изготовления. Термообработка. На этих стеллажах они ждут своей очереди для размещения в печи. Здесь у нас печи. Печи объемом 220 литров. То есть Ивана Царевича можно посадить, зажарить и... Ну, пепел смести потом, сказать не было. Никто к нам не приходил. Не знаем. Потому что эти печи разогреваются до 1000 градусов. Вот та серая, прямо вот она поменьше, печка, не синий дверц, а серая, она до 1300. Вот, печи на самом деле, печи, на самом деле они как бы пустые. Видите? Не прилипает керамика, и который выдерживает температуру до 1500 градусов. Здесь уже на готовые изделия наносят узоры и рисунки, после чего они повторно термообрабатываются. Только после этого подделки приобретают свой окончательный вид. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Это мы здесь ставим выплыв кости. С помощью медистанков. Это шлифовальные, шлифовальные, шалкопы. Это у нас токарные, здесь они там разные прорезают части и так далее. Студенты отделения художественной обработки кости обучаются мастерству в традициях лучших косторезных промыслов России. Студенты изучают рельефную ажурную резьбу, тонирование, цветную гравировку и другие виды обработки кости. В качестве материала используются кости коров, рога лосей и оленей, а также слоновые кости и кости мамонтов. А здесь вы видите настоящую кость мамонта, из которой потом получаются готовые изделия. «Симон» «Спильки, брошки, вот такие вот, осторожно только, пуговицы какие-то для ремней». «Ну почему?» «Да, она же невидимая». «Есть в магазине есть». «У нас в магазине есть». Магазин располагается непосредственно в Абрамсовском художественном промышленном колледже. Здесь можно приобрести готовые работы студентов, широкий ассортимент изделий из дерева, кости, керамики, камня, а также кузнечные изделия. Найдут своего покупателя на любой вкус. Игра. Играет музыка. Удивительный продукт. Игра. 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 Играет музыка. Игра. Игра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На территории колледжа организован музей, в котором хранятся лучшие работы выпускников. Музей дипломных работ колледжа занимает особое место в деятельности Абрамсовского колледжа. В нем хранится свыше 3000 экспонатов, дипломные проекты учащихся за последние 70 лет. Дипломные работы часто служат наглядными пособиями для преподавания обязательных предметов, таких как композиция, исполнительское мастерство, технология и материаловедение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А эти изделия проходили термообработку в самодельной печи, которая топится на дровах. Особенностью готового продукта является необычная окраска. Даже сам мастер до конца термообработки не знает, какие цвета приобретут его работы. Абрамсовский художественно-промышленный колледж имени Воснецова – это особый творческий мир. где царят гармония, красота и тайна. Спасибо за внимание. Впереди еще много интересного. До скорых встреч.